Вот и закончилась спокойная жизнь. Не будет больше молока по утрам и доброго пива по вечерам. Пришла пора снова взяться за привычное дело. Пришла пора снова заняться спасением королевств и добычей сокровищ. Желая убежать от незавидной судьбы, Горацио тут же попытался смуться из деревни, однако маленькие кривые ножки явно этому не способствовали. Осознав, что для начала неплохо бы подрасти населенных и добить, Горацио временно смирился с родной сироты без претензий, однако он твердо решил, когда-нибудь обязательно стать великим героем. Чего уж тут скрывать, привычка всегда была быть при интересном деле, да при хороших деньгах его не оставляла. Пока же он занимался рубкой деревьев, да так, что аж щепки летели. Трава дровами, а все же Горацио прекрасно понимал, что когда-нибудь явится и за ним, его снова призовут совершить что-нибудь героическое из ряда вон выходящее. В одну судьбу он не верил и иных вариантов не признавал. И потом, вся история человечества, постоянные воины. Кому-то всегда мешала чужая религия, кому-то хотелось заполучить соседское богатство, а потому, из года в год, из века за веком, век за веком, какой-нибудь доброход объявлял, что всемирное зло находится прямо в столице соседнего государства, и сопротив этих исчадий ада срочно нужен герой. Едва просохшие от пива войска дружной гурьбой устремлялись на нивы соседей, а совершаемые при этом злодеяния почти никогда не уступали тем, против которых велась война, а, бывало, что и превосходили. Хотя, какая разница, ведь герой должен геройствовать, а провозглашаемый мотив очередного похода позволяет оправдать моральную сторону практически любого дела. Однако, Горацио не знал, что на этот раз судьбинушка предпочитала ему особенно каверзный квест. Даже сюрприз, скорее, в очередной Великой Войне. Со злом какой-то чудак-алхимик сумел таки победить то, что и правда можно было назвать абсолютным злом, злом с большой буквы. И стал этот алхимик волшебник. Чекотием, приперев зло к воображаемой стенке, он наслаждался, установившимся миром и покоем, а заодно и непобедимыми, а непомерными подателями, спобежденных земель. Дорушив своими действиями природный баланс, этот великий маг запустил в действие механизм, остановить который был уже не в силах, ведь зло, как известно, шуток не любит. Зло собиралось мстить, терпеливо выжидало подходящего момента. Где-то ближе к концу своей продолжительной жизни, великий волшебник понял, что раз он великий, значит после него уже не будет никого, способного и дальше сдерживать зло. Залив такое умозаключение достаточным количеством вина, он решил себя увековечить и собрал всю мощь воедино свою, а затем взял, да и запихнул ее в кусок горного хрусталя. А в завещании написал своему ратному другу, королю-наместнику Херона, «Мой братец Киан, вот все, что осталось от меня. Немил мне стал свет, и плоть дряхлеет, и девки краше не становятся. Береги это природное образование, именуемое горным хрусталем, и в нем заключена вся моя мощь, да все надежды с чаянием. Обладатель всего хрусталя будет всемогущ, и без труда сможет сдерживать великое зло там, куда мы его с тобой загнали. Не умоляй силы этого камня, иначе настанет нам всем скорый конец, и будет он явно нехорошим. Чую, других таких алхимиков, как я, уже не будет. Мелка порода стала. На том и прощаюсь. Надо заметить, что сразу после этого дела продолжали идти не особенно и плохо. Хрустальный кусок был вполне всемогущий, делал свое дело исправно, так что зло и не думало поднимать свою косматую голову. Но вскоре из чувства уважения потомки Киану стали сей кусок хрусталя сначала полировать, а потом и вовсе гранить да подтесывать. Не понимали они, что отламываемые кусочки хрусталя являются неотъемлемой частью силы. Мыли в таком образом. Силу бывшего мага до неприлично малой величины потомки любовались идеальной формы шаром, а страшный конец был меж тем уже близок. Зло начало собирать свои силы. На землю были посланы грамотные толкователи, снов и астрологи. И гомеопаты заодно. А также парочка гениальных дипломатов. Ведь злые дела тоже порой делаются весьма цивилизованным способом. Хрустальный шар уже не справлялся со своей задачей, а эмиссары зла очень удачно вписались в общую атмосферу. Верили подданные тогда во все подряд, да и надоело уже многим жить в добре и благоденстве. Рысарям хотелось приключений. Правительные, правильно истолкованные знамения и пьяные сны очень действенно подталкивали соседей объявлять войну друг другу, а сыновей предавать своих родителей. Тех же, кто был стойк и пил в меру, убеждали логические выводы и бухгалтерские книги. Война – дело прибыльное и интересное. Да и как развлечение для народа сойдет. Шаг за шагом, момент за моментом, мир катился в бездну. Между тем, подрастающее поколение решило разделить могущество предков. Особо одаренный молодец украл хрустальный шар прямо из дворца Херона, королевство потом к океану. Крась-то он украл, а да вот воспользоваться не смог. Все королевские волшебники собрались, поднатужились, да выдали самое свое, что ни на есть лучшее заклинание. Если вор воспользуется шаром, быть ему статуей и мраморной на многие века. А без шара разве кто-нибудь выдержит? Вот и злодей Сорокопут собрал толпу прихлебателей и завоевал весь Херон. Порешил почти всех волшебников с прародителем зла, договорился и пошел-поехал завоевывать все окрестные королевства. Однако единственный оставшийся добрый маг узнал, где можно найти великого героя. Наскреб несколько монет на аванс, запас аргументов посерьезней и пошел призывать Горацио. Акт первый, друзья. Завязка. Ай, дерево, дерево! Падай скорее, дерево! Как же надоело рубить все деревья. Уже весь сарай забил деревяшками, а дяде Буркину все не имется. Вот уж скряга так скряга. Да, я тоже замучился. Ребят, давай отдохнем, а? Ладно, еще по дереву и на отдых. Поесть кто-нибудь принес? У меня пивко найдется. Ага, а у меня еды навалом. Давай еще по полену и на отдых. А, Драго, привет. Какого черта пришел? Решил бросить пряжу и заняться настоящим мужским делом? Нет, времени дошлю так гораться. Меня прислал твой брат, твой дядя Буркин. Он очень хочет тебя видеть. Такое впечатление, что он выиграл в лотерею. Так что поспеши. Том, серьезно? В лотерею? Интересно, а где он денег настреб на билет старой скряга? Ну ты и вопросы даешь гораться. Я-то откуда знаю. Мне монетку дали, я вот и прибежал. Остальное меня не волнует, но ты лучше не задерживайся. Вдруг и правда дядька денег получил. А, бабло это всегда хорошо. Поехали искать дядю. Крестьянин Гораццо. Наш будущий герой. Хе-хей, привет. Привет, Гораццо. Тут столько народа тебя ищет. И главное, кто зачем. Я вот хотел тебя попросить о завещании. В мою пользу. Не черпнешь пару строчек? Ээээ... Слушай, что всем от меня нужно? Я ничего не знаю. Так, слышал корай муха, но думаю, что времени у тебя мало. Эээ... Завещание? Ну, допустим. Допустим, что это, ну... Просто неудачная его шутка. Да. Так, посмотрим, может быть, наверх? Не, я-то помню, куда идти надо. Есть уж что-то и правда интересное. Привет, мужик. И не скажешь мне ничего интересного. Скучный ты. Гохамейстер, привет. О, да. Игра классная. А перевод? Обожаю этот перевод. Ээээй, дружа. О, птичка. Тоже молчит. Какие они все неразговорчивые, противные. Может, я хочу поговорить? О, дядя Буркин, привет. У тебя вода в колодце горит, дай починю. Горатсо. Дядя Буркин, привет. У нас, кстати, с горлом что-то не так. Ничего, кроме хрипа, от вас не слышу. Да, забыл сказать. Ваша ферма, похоже, горит. И неплохо так горит, дядя. Это все мелочи, Горатсо. Хрип у меня, ножа в спине. Тяжело, знаешь ли, с такой штуковиной еще разговаривать. А ферма нам больше не нужна, там. Не нужна, так как за нами пришли враги. Кто-то настучал на нас, что у нас подпольная плантация на заднем дворе. Поэтому, хочешь жить, беги. Ничего себе, плантация? А я и не знал. А что хоть выращивали-то? Ну, да это мелочь. Если бы раньше знал, при деньгах был. Ну ладно, раз бежать, то пока. Не поминайте лихо. И дядя, мне кажется, вам надо присмотреть за своим здоровьем. Не ровен час, помрете ведь с таким ножичком. Блин, 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 блин. Блин, а я чиню. Твою ж мать. Дурак, беги. Ага, вот он. Он во всем признался. Хоть и посмертно. Теперь не упустите этого дурака, из-за которым нас послали. И пошевеливайтесь, черт вас дери. Друзья мои, вы наблюдаете лучшую сцену 2002 года. По моей версии, лучшая сцена погони. Какой накал страстей. Корова тут даже какая-то есть. Беги, беги, дружище. Самое главное, есть интрига. Есть интрига. Ведь если он упрёт в какое-то дерево, случится какой-то баг, то он же не сможет убежать от них. И нам придётся довольно туго. Но вроде пока что всё благополучно, и он спасается. А вот и он. Так, беги ужасные. Приоторвать. Убийца! Ты только что убил нескольких людей. Кто ты такой? А ну отвечай. Это я-то убийца? Да, ты, малец, и сам боец хоть куда. Не мне тебя обвинять. Не тебе меня обвинять. Когда на твоём счету сотни покорённых коррессы вообще. Я тебе жизнь спас только что, понял? Вообще-то, меня зовут Жиров. Мэтр Жиров. Волшебник? Как же, как же, поверил. Не боюсь, пуляка в рукаве спрятана. Да у китайца пороху прикупил по случаю. Последний приличный волшебник погиб при подозрительных обстоятельствах пару тысяч лет назад. Так что не задавайся. А насчёт жизнь спас... Это зря. Я бегаю очень неплохо, так что и от них смылся бы. Волка ноги кормят, между прочим. Твоя правда. Мне на волшебника ещё и учиться и учиться. Ты, кстати, тоже совсем не похож на вечного героя. И ручки тонковатые, да и оружия нет. Что? Ошибся я. Не на того нарвался? Герои не ногами спасают королевство, как мне кажется. Жиров. Ты-то как раз нарвался на того, кого надо. Сейчас и слопотишь. И гонится пара сотен карателей. За тобой ещё больше. Во-вторых, если ты не согласишься, то ближайшей пару-тройку сотен лет работы у тебя точно не будет. Так как зло победит, раз и навсегда. А платить ты сам знаешь. Зло не любят. В общем, пошли-ка отсюда поскорее, а подробности обсудим по пути. Ладно? Да, это творческий спидран. Всё верно. Кстати говоря, всех новопридывших приветствуем. И можете проверить заодно раздел премиум смайлов на канале. Мы победили первая миссия, друзья мои. Давайте начать заново. Мне кажется, что в некоторых диалогах я немножко...